Я как бы нормально переношу такие нагрузки без каких-то сильно больших проблем. Почему? Потому что физическое тело легко переносит нагрузки, если психическое тело чистое, без блоков. И надо, если я человек, который своим примером показывает вам, что вот так можно здоровой жизнью жить, летать по 80 тысяч километров в год, два раза вокруг Земли, и при этом не болеть, вообще не обследоваться, нигде. Вот кому из вас 59 лет, поднимите, ну примерно там 50, 9, 60. Ну вы представляете то, что я сейчас сказал для себя, вот пробежать 16 километров, там минус 20, посидеть в ледяной воде в таком возрасте, нормально? Видите? Значит, есть смысл в том, что я делаю. Значит, это работает система. Поэтому надо читать методичку, чистить организм, и все у вас пройдет. Если не пройдет, там полгода позанимайтесь, можете вам, ряду к нам обратиться, мы вам дадим консультацию, как лучше это делать. Мы ставим корни ели еще на левую руку, левую ногу для рассасывания, чтобы помогать рассасывать. У меня есть скорая паромотерапия, начнется новая методика лечения, и по эндометриозу есть специальный метод. Я индивидуально подбираю масла, ромомасла. То есть дотеры масла смешиваются вместе в определенных пропорциях. И у нас 10 вариантов есть этих смесей. Я индивидуально выбираю один вариант, который человеку подходит. Это то, не только по эндометриозу. Там и по миоми есть сборы, и по бесплодию женскому есть тоже сборы, чтобы гормональные функции повышать. Тоже через месяц где-то эта методика заработает. Можно будет заказывать эти масла и мазаться. Очень хорошо работает. Хорошо? Все по лечению, вот вы, с чего бы по лечению, по здоровью меня не спросили, а будет один ответ. Очищаем организм, потому что пока человек его не очистит, лечить человека невозможно. Психическое тело надо очистить. И тогда, и не то, что вот вы мне говорите, да, болезнь, я сам вам могу говорить. Я вижу блоки, могу сказать, вот вижу блоки, могу сказать, где примерно будут заболевания. По вам, по всем. Потому что блоки в психическом теле видны, они дают хронические заболевания. И ничего с этим не сделаешь, вот они есть и все. И так это называется преждевременное старение. Так человек стареет потихоньку, и там, ну, до 90 лет можно спокойно жить, не сильно напрягаясь. Вот, без блоков, если это... А преждевременное старение — это блоки, это преждевременная смерть. Люди все стареют сейчас раньше времени, потому что нет контакта с природой. Нет знаний, как правильно жить. Все ушли в квартиры, а там нет энергии. У человека есть два типа питания. Есть питание пищей, а есть питание энергии природы. И раньше люди же на природе жили, они поэтому питались этой энергией постоянно. А сейчас мы живем не на природе. Мы отгорожены от природы. И еще потребляем вот эту вот всю хрень, которая называется гад-же-ты. Вот мы с гадами общаемся. Гад-же-ты. Знаете, что такое гад-же-ты? Вот. И вот эти гады нас тоже убивают. И поэтому все вот это вот, все вот это наша жизнь. И из-за этого болезни. И раньше так много психологов не надо было, потому что психика у всех была нормальная. Сейчас психическое тело страдает у всех. К сожалению. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру. Я хотела спросить про сны. Очень вот у меня сложная проблема такая. Постоянно сны снятся. И причем я вот... Есть только три причины снов. Первая причина — это влияние злых духов. Вторая причина — прошлой жизни. И третья причина — впечатление, которое мы получили в течение дня. Какие-то стрессы, может. Вот все. Третья причина — редко. Когда человек обожрался на ночь, или у него психическое тело на пятом психическом слое повреждено, тогда злые духи влияют ночью. Если человек, допустим, плохой... Ну, какой-то период астрологический идет, то он может видеть сон, связанный с прошлой жизнью. Мы чувствуем, что это с нами происходит, но в этой жизни такого не было. Это с прошлой жизнью все. О чем вам? Что тебе снится? У меня просто получается, что я не высыпаюсь. Я вот, как бы, я живу прямо во сне там. Я в магазин хожу, картошку жарю. То есть вот такое вот. Из-за этого утром просыпаешься, и осадок такой неприятный, и не отдохнувшись. Поверхностный сон. Это поражен второй слой психический. Там статический блок, динамический. Надо в воде сидеть 28 градусов, хотя бы полчаса, два-три раза в неделю. Потом дальше статические упражнения делать. Стоять возле стеночки, вот как девушка стоит. Вот, стоять возле стеночки, только с прямыми ножками. Вот так, да, вот с прямыми ножками. Вот так вот стоять. Полчаса хотя бы, четыре раза в неделю. И час сорок ходить. Три-четыре, три раза, раза два в неделю. Через пять месяцев вы прочистите эти блоки. Вот такой регулярной практики, и у вас будет глубже сон. Вам легче будет жить. А сейчас эти блоки, также они слизистые оборочки, могут начать поражать любой момент у вас. Это все идет в верхнюю часть тела, в голову, поэтому склонность к простудам уже сейчас есть. Можете хватать вирусы. Кстати, чтобы не хватать вируса, у нас разработан такой спрей из восьми масел. Он в Амрите продается, на здравительном центре нашем. Можно заказывать, можно массово заказать и потом распространять как-то своим знакомым. Он недорогой, но можно месяц, вот одной баночкой, там месяц-два брызгать и вообще не заболеть. Если вы будете брызгать два раза в день, утром и вечером, то заболеть невозможно. Широкого спектра действий вирусной инфекции. Я езжу везде, вы как бы мне дарите свои вирусы каждый день. Я не болею, потому что они в нос попадают и масло их там убивает. А потом они в таком убитом виде попадают в кровь и иммунитет вырабатывается. Как вакцина действует. Такая, light вариант. Поэтому вообще не болею. И все, кто брызгает, у меня есть одна. Сегодня сказали, ну так много таких людей. Одна женщина уже там в возрасте, там около 80 лет, она брызгает два раза в день и не болеет. А у нее муж болеет постоянно, он не хочет брызгать. Так что, тоже можете приобретать спрей. Там я специально так смешал масла, что и головные боли лечатся, и работоспособность повышает сбору смесь-мази. Простите, пожалуйста, Рикнатьевич, у меня полтора года назад муж оставил тело, и вот он мне тоже постоянно снится. Это слабое психическое тело, видите, контакт идет. Ну это тоже с прошлыми жизнями, там картошку жарите, вы где-то жарили, видно, до этого, и поэтому вспоминаете. Нужно молиться, учиться молитве тоже, защищать свое психическое тело. Чего вы встали-то зачем? А? А? А, вы служением занимаетесь? Ну давайте я мандаринку дам. Вот, молодец, она такая. Всего счастья. Муж, как его зовут? Виталий. Он прям на земле родится. На земле родится. Даже вот где-то в Сибири такое ощущение. Вот сейчас уже вижу, прям, похоже он уже, может даже вот турову матери попал, даже, скорее всего. Мне кажется, он вам снился. А сейчас уже не снится, недели две, три. Вот, он уже все, попал в турову матери, он не будет сейчас сниться. Он уже занят, у него другие дела пошли. Вот, женщина в очках, да? Ты мне не снишься, я тебе тоже. Добрый вечер. Садитесь. Валерий Ильич, у меня вот, где, больше года назад, все взгляда в семье. У нас произошла проблема с сыном. Ну, то есть, как бы, он на хулигане, мы его отправили совсем, ну, как бы, из разряда украл курицу, сажаются на двойную убийство. Ну, так вот произошло там. Как так? Это наговорили на него, что ли? Ну, как бы, следствие к такому вот пришло, что должно быть, ну, заснули его в корпировку, то есть, ну, там очень сложно. А причина, кому это надо и зачем? То есть, его заместо кого-то хотят посадить? Нет, не заместо кого-то. Просто его действия расценили по-другому. И... Ну, он, что, как бы, был причастен к убийству, как бы? Нет, нет, нет. Никто не пострадал, ничего не сделал. Нет, ничего там. А почему-то, причем к убийству? Вот. А они ему предлагают пойти на войну? Нет, не предлагают. Я сам пошел, пока не предлагает, потому что еще нет, он, треговора. Не надо ему сам уйти. Он хочет, как бы, когда будет треговора. Скажите ему, не надо сейчас уйти туда. Вот, ну, у меня... Скажите ему, не надо ему туда. Я поняла. Потому что у меня сейчас идет плохой период и вероятность высокой гибели, просто очень высокой. Лучше же в тюрьме сидеть, чем погибнуть, правильно? Ну, просто там тоже все очень жестко. Сколько лет? Сын 21. Нет, сколько дадут? Ну, вообще, сейчас идет от 12. От 12? Да. А если в СО пойти, то сколько будет? У меня там полгода, не помню. И потом освобождают, что ли, вообще это время? Да. Изучите все. Ну, если полгода, то надо очень сильно молиться за него. Я молюсь просто. Вот эта вот вообще ситуация, она может быть лучшим способом, чтобы судебам все-таки докажут, что? У него очень очень плохой период идет сейчас, астрологически, просто очень жесткий период идет. И этот жесткий очень период продлится еще 9 месяцев. А потом все найдет, на спад пойдет, легче будет. А мне вот как матери, я молюсь, я читаю мантры, я... Надо продолжать молитву делать, молиться. Ходить 4 часа еще непрерывной ходьбой тоже. Там энергии праны идет поражение. Если ходить, то вы силами будете больше давать у него, будет лучше всегда действовать. Ну, то есть, все-таки через 9 месяцев может все поменяться в лучшую сторону? Поменяется однозначно в лучшую сторону все через 9 месяцев, однозначно. Просто мы ждем сюда, может, все-таки в суде, который слышит закон. Может, он и не погибнет, но вероятность высокая, потому что через полтора месяца начинается очень жесткий период его жизни, прям такой опасность гибели. Молиться только, да, получается? Нет, не только молиться. Всегда, когда идут суды, нужны связи, там, нужно включать отношения. Через отношения это все делается. Мое такое ощущение, что все так идет жестко, есть две причины. Только, может быть, только две причины. Первая причина – он неправильно себя повел со следствием, он, может, грубо говоря, разговаривал. Нет. Вторая причина – значит, ему кому-то это надо, кого-то отгораживают, пытаются за место кого-то выбить. Такое тоже бывает часто. Это чисто криминальный подход в жизни. Так, вопрос, как пытаются всякими моментами выбить показания, но не вышло, все, ничего не вышло. Я имею в виду, пытались следствием, чтобы он согласился, но он не согласился. Поэтому, как бы сейчас, слава Богу, уже этот период прошел, когда уже все зафиксировано, что он не сознался, ну, то есть не признает времени. Вот, ну, теперь вот только уповать на судьбу. У вас все идет хорошо, мне нравится, как вы действуете. Молитесь дальше. В целом, вы побеждаете судьбу. Но вот это решение пойти на войну я не приветствую. Считаю, что это ошибочное понимание вещей. А наоборот, считаю, что если он останется, то он выйдет раньше, чем думает. Благодарю. Ну вот, мужчины, ваш вопрос. Да? Здравствуйте, Геннадий. Садитесь. Как побегали, нормально? Я, к сожалению, не смог побегать. А, вы нигде побегали. Мне ребенка не смогла садить. А кто бегал, есть здесь? Да. Как вам, понравилось? Да. Нормально? Да. Экстремалы такие со мной полезли. Кто прорубь купался? Как вы? Хорошо? Вот, видите, я в вагоне вода за мной. Это вообще экстрим. Минус 20 на улице, там прорубь такая. 0,5 это нормально так. Спасибо за возможность. Давно мечтал с вами поговорить. Вчера смелости не хватило, а в круг поднять. Так вот, вопрос, собственно, мой. Я довольно амбициозный вообще с детства. Ну, нормально, для мужчин нормально. Помню, сколько помню себя. Мне всегда казалось, что очень многого смогу добиться. Мне сейчас, в принципе, кажется, что много реальность того, что я хочу делать. Вы много добились в прошлой жизни, поэтому вам так кажется. Еще раз, да? Вы много добились в прошлой жизни. Спасибо. Поэтому так кажется, что у вас память осталась в прошлой жизни. Наверное, да. Ну, в общем, что я хочу, ваше мнение хочу спросить по поводу того, что уже давно мне не получается ничего толком сделать. Я разочаровываюсь, потому что я по факту ничего не делаю. У меня нет достижений сам перед собой. Ну, есть правило, как делать, как получать достижения. Самое главное правило – это постепенность. Если вы что-то начинаете и чувствуете, что не идет и бросаете, тогда вы вообще ничего никогда не сделаете. Потому что принцип главный любых развития – это надо выждать латентный период, когда очень медленно все идет, это надо выждать. Потом подниматься начинает. Ну, то есть помало, да? Терпение, да, дает успех, терпение дает всегда в деятельности. Есть еще вторая причина у вас личная. У вас поражен на Юпитер, и вы не можете сами развивать проекты. Вы можете их поддерживать. Да. И поэтому вам нужен какой-то проект уже готовый брать, который нормально работает, как говорят, франшиза, и с ним заниматься. А если вы идете сами в развитие, то вы терпите поражение всегда. Если вы с нуля что-то берете, то… Или вам надо человека, который знает, как развивать, и с ним вместе делать что-то. Вы хорошо можете делать, как руководитель, допустим, там, с людьми заниматься можете. Можете процессы администрировать, но развивать проект вы не можете. Спасибо большое. И если позволите, а по поводу мнительности можете доцелить? У меня очень серьезная мнительность сейчас. Мнительность — это интуиция со знаком минус. То есть, когда человек чувствует сильно опасности, препятствия, то это может быть плюс. Если человек умеет побеждать судьбу, он просто включается, промаливает ситуацию и решает вопрос. Или опускаются руки, если он не включается в победную судьбу. У меня тоже сильная интуиция, я тоже чувствую опасности, но я промаливаю все. Но вы знаете, прям везде опасность могу найти. У меня богатая планета. Это вера, значит, вера в невежестве. Есть вера в благости, страсти и невежестве. Вера в невежестве — это вера в злые силы. Вера в страсти — это вера в себя. А вера в благости — это вера в Бога. Надо веру свою развивать. Веру в Бога развивать. Благодарю вас. Большое спасибо. В красном. Ну, как бы, малиновом, да? Точнее. Надо вставать. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Достаточно давно слушаю ваши лекции. Вот когда вы начали про айурведу, ну, как бы, сама занимаюсь здоровьем, вопросом у меня такого характера. Ну, мне всегда ваши лекции помогают в жизни, они успокаивают. Ну, как бы, у них очень много мудрости. Где-то я нахожу ответы, где-то... Мне говорят, что хорошо засыпать, легко засыпать. Нет, меня вообще не засыпают от вашей лекции. Я же этим не засыпаю. Они меняют, ну, хотя бы, оптимизм какой-то возникает. Вот. И вопрос такой, касающийся личной жизни. Вот. Мне 43 года, и у меня нет детей. Вот. Ну, у вас нормально все работает? Да. Ну, значит, нужно читать методичку и очищать все. У вас просто... Ну, если смотреть на ваш организм, то у вас... В целом энергетика слабая, не хватает энергии. Вот. В организме. Ее надо раскачивать. То есть нужно... Самое главное, динамика поражена сильно. Это значит спазмы в организме. В нижних органах в том числе. То есть токсины тоже есть, склонности. Ну, в целом все, как бардак. Надо заниматься здоровьем. То есть надо статику делать. Стараюсь. Динамику. Занимаюсь. Вы читали методичку мою? Ну, скажем, о органических способах я придерживаю. Методичку вашу не читала. Не, не. Это все совсем другая тема. Орбеда занимается грубым телом в основном. Она не занимается психическим телом. Почитайте мне методичку и начинайте. В воде лежать. Делайте статические упражнения. Длительное движение делайте. Пасты. Делайте вот эти вещи осознанно. Прочитайте методичку. Поймете, зачем это надо. Начнете все это делать. Через год себя не узнаете. Блоки чистятся медленно. Они не путают. У вас там как бы хватает проблем. Мой вопрос заключается в следующем. Я была три раза в гражданском браке. И больше меня, конечно, наверное, поразил третий гражданский брак. Мы не расписывались. Я на тот момент жила в Москве. Познакомилась в интернете с молодым человеком. Он был немного у меня помладше. Мы как бы с ним на теме сошлись вегетарианство, ЗОЖ, славянская традиция. То есть человек такой, в принципе, как беда. А нельзя никогда соглашаться на гражданский брак? Это уже обман? Обман с самого начала. Это уже обман для женщин. Я, наверное, это как-то познала-попоняла. И мы полтора года с ним общались просто. Потом три с половиной года у нас были близкие отношения. И потом мы решили жить вместе и снимать вместе. Я давно хотела свое жилье. Его не было. Для того, чтобы больше зарабатывать, я поехала, устроилась на вахту на север. Ой-ой-ой. Вот. Ну, как бы в итоге я своей цели достигла. Но мужчина мне как бы никак не помогал в этом плане. И когда я езжала на вахту, мы постоянно ссорились. Он очень сильно ревновал. Да, конечно. А что хорошего женщина на вахту ездить? Надо рожать детей вообще. Какая вахта вообще? Он ничего не мог сделать в том плане, чтобы меня обеспечить. И как бы была такая вот в какой-то степени безвыходная ситуация. Вот. Но вы сейчас обеспечились? Ну, сейчас, да, я достигла этой цели. Вот. Просто как бы начались сложности с момента, когда мы стали жить вместе. Вот эта ревность. Он хотел всегда, чтобы я делала все, как скажет он. Он был против, когда я слушал ваши лекции. Ну, как бы он себя называл мужем, меня женой, хотя мы не были расписаны. Ну, надо было соглашаться с этим. Вы знаете, как с мужчиной себя вести. Надо вам изучать это по лекции. Он не хотел расписываться. Я ему предлагала. Он не хотел. Не, надо вот во всем вести себя. Уступать, а делать по-своему. Аккуратно себя вести. То есть надо... Это политика, женская политика. Аккуратно себя вести. На тормозах все спускать. По-доброму. Делать по-своему. Вот. И через год после совместной жизни я стала заводить разговор о ребенке. Он, в общем-то, не был против. Ну, как бы на тот момент меня уже познакомил со своими родителями. Вот. И у него была проблема. Он, как бы, закончился срочный договор трудовой. И он, скажем, должен был, как бы, искать работу, но он ее не искал. Ну, хорошее. Давайте мне всю жизнь не рассказывать ваш вопрос. Вот. Просто, как бы, я в итоге забеременела. И случился случай. Ну, как бы, я, как бы, он меня улечил в измене. Вот. Увидел фотографию одну. И, ну, поднял на меня руку, пинул и так далее. То есть у него были иногда такие порывы, ярости какие-то. Вот. Я поняла, что доверия ко мне нет. Что мне уже, как бы, терять нечего. Да, время. Много прошло. Разговоры давно были. Вот. Чтобы он изменился. Я от него ушла. Вот. Ребенка я в итоге потеряла. И я хочу понять. Как-то я могла это все? Не знаю, исправить. Ну, могла. Но что сейчас об этом говорить? У вас вообще вы все делаете в жизни так. Абсолютно все. Начиная с подхода к себе, как к женщине. То есть вы, как женщине, все неправильно относитесь. Женщина должна совершать аскезы, молиться и достигать возможности через мужа решать все свои вопросы, а не своими силами. Вы своими силами. Вы не знаете, как правильно с мужчинами общаться. У вас очень много напряжения внутри. Его надо убирать. У вас очень много неправильного в жизни. Не надо было соглашаться сразу на интимные отношения без росписи. Надо мужчине стараться уступать, делать по-своему. По-доброму с ним себя вести. Очень много ошибок. Очень много. Просто как бы сейчас я веду себя именно так, что никаких отношений до брака нет. Но мне попадаются такие мужчины, которые... А сейчас идет плохой период. Сейчас идет плохой период. Вот уже пять лет после этой ситуации, да? И вот как бы просто интимный мужчина, и все. Ну как бы менять ситуацию, естественно, не устраивая. Наказание идет. Надо промаливать. Молиться уже нужно сейчас. Вам надо менять уровень, слой жизни. То есть вы общаетесь с не теми людьми. Благости мужчины более ответственные. Но вы... Ну вот он был как бы в благости. Я так думала, что он был в благости. Оказался безответственным. Вот так он как-то... У вас тяжелая семейная карма. Надо промаливать. Нужно вот читать методичку мою. Совершать аскезы. Читать молитвы. Подружек заводить. По-доброму ко всем относиться. Желать всем счастья. Вам надо системно подходить к жизни. Все вместе делать. И это даст результат. Видите, вы слишком умная. Вот если бы простая женщина была, она бы все делала, и у нее бы был результат. А у вас свои мнения на все. Вы как бы сами знаете, что вам делать. И что я вам... Как я вам могу помочь? Просто как бы... Когда я в Москве жила, я там очень сильно занималась аскезами. Я и не сухой голодала, и на воде... Все это надо делать с пониманием, как правильно... Служение было вот такое, прям в храме, украшение. Давайте вы послушайте, почитайте методичку. Поймете, как правильно все делать. Начнете все так делать по правилам уже. По правилам. Сначала в воде лежать, потом статику делать, потом динамику, потом пост. Я моржую. Ну, отлично. Просто моржевание это не то. Вот, допустим, для того, чтобы все пять слоев прочистились, нужно четыре с половиной минуты в проруби сидеть, а не просто залезть-вылезти. Залезть-вылезти это ни о чем. Это никак не лечит. Это просто тонизирующая практика. Видите, вы говорите, я обедой занимаюсь, я моржую. Но если вы меня спрашиваете, я вам говорю, это не поможет вам. Прочитайте методичку, делайте, как там написано, если вы меня спрашиваете. Если вы меня не спрашиваете, тогда о чем дальше говорите. Хорошо. Благодарю вас. Если говорить как бы о трех слоях жизни, то первый слой — это психофизический слой, там все лечится аскезами, взаимодействием с природой. Он у вас не проработан на нулях просто, понимаете? У вас слабый Сатурн, и поэтому вам надо прямо серьезно аскезы делать, чтобы все прочищать и вот на это так вот жить. Сейчас идет плохой период со здоровьем, который начался полтора года назад. Он закончится через год. То есть год будет слабый, спрят ли в это время даже вообще зачатие возможно. Потом возможно. Вот. На социальном уровне очень сильная просадка именно в социальной силе женской. То есть и по подружкам, и по возможности нормального мужа выбрать. Социальная сила слабая, вы как бы в работу ударены, в саморазвитие, вот не по женской линии. По женской линии означает женщинами отношения строить. И настраиваться на семейную жизнь. У вас не в ту сторону идет развитие. Потом в духовном плане получше у вас, как там проработано, но все равно надо тоже это по полной программе включаться. Ну, то есть психофизический слой, уровень вообще работает сейчас на 35%. Социально вы сильно включены не туда. Духовно у вас есть понимание, но там включение тоже невысокое, потому что нет сил. У вас силы берутся от природы. У вас их нет. Системно вы как бы слишком много знаете. И если я, допустим, вам скажу, что вот так надо делать, вы имеете это в виду, но вы не будете делать это, потому что вы сами знаете, что вам делать. Поэтому это патова ситуация. Или вы слушайте, делайте, или вы сами что-то делаете как-то. Ну, не знаю, насколько это... А? Велосипед я не буду забритать. Ну, почитайте методичку. Там все просто. Ты говоришь, велосипед я не буду забритать. Почитайте методичку. Там все просто и понятно. Вот брать мужа из ниже социального слоя, чем вы, бессмысленно. А вы энергетически не дотягиваете до того уровня, в котором вы находитесь. Поэтому вам мужики попадаются ниже, которые немножко другой слой, как бы, жизни. Ну, девушка на втором ряду. Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Меня зовут Сезанна. У меня такой вопрос. Сезанна. У меня есть отдел женской одежды. Я его собираюсь закрывать, потому что мне уже надоело этим заниматься. Также однажды я была в качестве организатора и выступала на женском круге с лекцией по женственности. Все получилось, но организация заняла столько сил, и плюс я так сильно нервничала во время выступления, что решила не продолжать этим заниматься. И недавно снималась в сериале для канала ТНТ. Была не на первых ролях, но и не последних. Мне понравилось, но чтобы этим заниматься стабильно, нужно приложить очень много усилий и переехать в Москву. Вот как вы чувствуете, в какое направление мне лучше идти? Выходить замуж, рожать детей. Почему? Есть склонность. То есть это самое лучшее, да? Ну вы понимаете, вы женщина, у вас не проработана женская карма, и вы правильно мыслите, что не надо сильно включаться сейчас никуда, надо сохранить свою энергию, чтобы рожать детей, чтобы замуж выйти. Я просто такая вот эта мечта, быть актрисой, что я постоянно... Потом быть актрисой. Начало семья для женщины, рождение детей, а потом уже актриса. А вот в целом... Знаете, есть такая басня Крылова, ты все пела, это дело, теперь возьми и попляши. Понимаете? То есть время теряют женщины, что-то фигню какую-то делают, возраст уходит, рожать тяжело, потом становится. Замуж выйти тяжело, пока молодая, вот так вот все смотрят, можно легко выйти. Она то туда, то сюда. Вот все, что вы перечислили, у вас может быть успех по всем этим направлениям, но у вас нет фундамента в жизни. Вот у вас, допустим, куча кирпичей, все для дома есть, фундамента нет. И вы думаете, Олег Геннадьевич, я вот этот дом попытался построить, он свалился, этот построил. Нужен фундамент. Фундамент для женщины это семья. Если семьи нет, женщина психика неустойчивая, она метается, у нее нет устойчивости. Курочка, она бегает покурять, и говорит, то-то-то-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Потом раз, яичко, когда я снесла, над курицами. Вот. Так и всё, и вся жизнь проходит. А курицы, бацаны, носятся. Беспокойный ум, потому что. Женская природа беспокойный ум очень. Но когда есть семья, стабилизируется психика у женщин. Она успокаивается, всё, ей легче жить становится. Ну так-то, конечно, не легче. Здесь никому не легче в этом мире. Но психика стабильнее становится. Когда есть дети, семья. Ну, в целом, вот у меня есть мужчина, но он сказал, если я буду актрисой, у меня не получится с ним семьи, потому что мне надо в Москву переезжать, а он не хочет. Она замуж выходит, нет? Чего она? Как вас зовут? Олег. Олег, вы знаете, как женщина устроена? Понимаю. Понимаете? Уверен? Да. Да? Потому что всегда будут страдать, да? Нет. Просто если женщина чего-то хочет, а у нее это желание никогда не закончится. Если женщина, как река, если вы плотину делаете, она будет подниматься вот так, потом смоет её. У меня есть три варианта. Первый вариант – смыть плотину, второй – утечь в другую сторону, то есть свалить. И третий вариант – перетечь через плотину, игнорировать ваше желание. Но сделать так, чтобы она перехотела быть актрисой, невозможно. Значит, может, нужно позволить этому поведать? Да, конечно. Надо взять её замуж. Пускай рожать детей. Сейчас она боится замуж, потому что она боится, что вы не дадите быть актрисой. Вы скажите, хорошо, будь актрисой, потом, а сейчас, Олег Геннадьевич сказал, замуж, значит, замуж. АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала замуж. Сначала ребёнка рожаем, а потом актриса без проблем вообще. И у вас спокойно, стабильно в жизни будет. И будете очень популярной актрисой, у вас хорошая судьба. Но пока вы не будете не замуж, вы будете бегать, как курица. То в салон, то ещё что-нибудь. И ничего не будет получаться. Потому что у вас нет стабильности внутри. Нужно ку-у-у-у-у, чтобы стабилизироваться. Нужен ребёночек. Олег Геннадьевич благословил. Дал мандаринку. О, видите, поймалась она, хоть вы и не хотели. Бог, значит, так хочет. Всё. Замуж, всё. Понятно? Чё? Чё? А? Ну чё, по актрису вам придётся ничего не сделать, и вы не остановите реку. Женщина, поднимите руку, кто может поменять свои желания. Вот у вас есть желание, и вы потом раз передумали. Есть такая женщина здесь? Вы? Да ладно. Ну-ка, какое вы желание остановили всё, скажи. Меня. А? Меня. А как? А как? А как? Это как-то прекрасное платье, а завтра зелёное. Так это одно и то же желание. А платье белое. Я хочу платье желание называется. Если красное, не хочу, хочу зелёное, значит. Но желание хотеть платье осталось, правильно? И вы его никуда не денете. Я поменяла желание, помню. Да, какое? Ну, желание стать великий кулинар, который как ты получишь. Самая паркология, профессия. И только у меня это талантно, это будет, а это не только что-то в районе, что-то было. И что, по-моему? И потом поняла, что я не лучшая в этом. Я когда пришла на курс... Да, вы вообще ничего не поняли. Вы не поменяли желание, вы его удовлетворили. Нет, я пришла на курсы, и я не пошла дальше. Ну, потому что вы почувствовали, вы все равно пошли на курсы. Ну, конечно, пошла. Конечно, да. Вот не пойти на курсы, вы бы не смогли. Чему? Потому что крышу бы порвало. Если женщина... Получается, я реализовала желание свое и поняла, что мне это не надо. Да. Это то же самое, вот та женщина говорит, хочу мороженое. Муж приносит, она посмотрела, говорит, не хочу мороженое. А если бы он не принес, она бы с ума сошла. Хочу актрисы, дать возможность. Не хочу актрисы. Все, тема закрыта. Есть анекдот даже на эту тему. Хочу то, хочу все, он все делает. Хочу говно. Нашел. Не хочу говно, сам ешь. Женская природа. Ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Такова женская природа. Она хочет счастья. Женщина родилась для счастья. Мужчина для победы родился. Мужчине надо дать возможность быть победителем, уважать его за его мнение, за его деятельность, радоваться его деятельности. Женщина должна. Это называется уважение к мужчине. А женщине надо дать возможность быть счастливой. Счастье и желание состоит. Женщина хочет то, сё. И вот она счастлива, ты тоже будешь счастлив, когда она счастлива. Женщине есть желание. Не надо препятствовать женским желаниям. Просто когда замуж девуш, женщину берешь, надо понять, что за желание. Что бывают такие желания, что ты никогда в жизни не сможешь удовлетворить. Ну что это того? Она была в Париже. Сам Марсель Бальцон ей что-то говорил. Ну то есть, надо разобраться, можешь как бы справиться с её желанием. Бери. Не можешь, не бери. Она может хочет бриллиантовое колье там раз в месяц. Кто его знает. Ты ничего с этим не сделаешь. И это реально так вот устроена женщина. У меня был такой случай. Один мужчина, богатый очень человек. Я пытался лечить его жену, ничего не помогало, короче, не знал, что делать. И они приехали в Индию. Там у меня есть знакомый, продаёт драгоценные камни. Они пришли к нему в гости, там смотрели. И она говорит, можно померить вот это вот изумрудное колье там огромное, там много рядов изумрудов. Короче, он такой обалдел, побоися Бога, говорит. она говорит, ну я же только померить хочу, я не как бы ничего не прошу, просто мне интересно. У меня глаза постоянно на него смотрят. Ну и короче, там в общем она уговорила его померить, померила, и у ней сразу голова прошла, у нее самочувствие лучше стало. И я говорю, да, так ей сильно подходит вот это, подтвердил. А там ему он даже сразу не может ему в рассрочку, там надо, там вот куча бабок, короче. И он так сильно страдал, думал, думал, потом все-таки решил ей купить это колье. Так она в нем и зачала, и родила ребенка, даже не снимала постоянно, потому что ей в нем хорошо. И она днем и ночью его носила. И он говорит, дорогая ты моя. Какую нашел? Такую нашел? Что я делаю? Красота у женщины, это ее амбиции. Мужчины это не понимают. Они думают, дай-ка я красивую себе найду и сэкономлю. Не получится. Вот красота у женщины, это ее амбиции. За красоту надо платить. Если не хочешь платить, бери некрасивую. Некрасивую не нравится, плати. Понятно? Вот так устроено в этом мире. Ничего с этим не сделать. Женщина, я что-то не так сказал? Женщина хлопает и понравилась идея. Значит, получается. Ладно, мои хорошие, давайте я сейчас буду же лекцию читать, время много. Не могу только на вопросы отвечать. Мы с вами вчера говорили о причинах стресса. Мы говорили о том, что стресс это хорошо. Хоть очень больно это признать любому человеку, в том числе и мне, на земле. Но стресс это хорошо, потому что он меняет всю жизнь человека. Стресс нужен для того, чтобы мы развивались. Он меняет, он связан с целью жизни человека. Вот цель жизни, это очень-очень опасная штука. Она всю нашу судьбу перенаправляет, и поэтому Бог, чтобы нас не туда, не занесло, Он сразу дает стресс. А люди всегда склонны выбирать неправильно цели. Они выбирают цели там, где чувствуют сильнее счастье. Надо выбирать цели там, где есть знания. То есть, человек должен знания сначала получить, как выбирать высшую цель, или веру свою выбирать. А потом уже к этому стремиться с помощью знания. Но люди, они как действуют? Вот, что понравилось, туда и отдаю свою жизнь. Вот, допустим, дети понравились, детям отдаю. Муж понравился, мужу отдаю. Работа понравилась, там, актрисой хочу быть, туда свою жизнь отдаю. Ну, то есть, человек высшую цель жизни выбирает неправильно, ориентируясь просто на свои ощущения. Он не подходит к этому разумно, систематически. Это неправильный подход жизни, и Бог, он нас поправляет с помощью стресса. Он не дает нам возможности нашу жизнь направить не в ту сторону. Понимаете? и стресс. Почему стресс? Вот в чем причина вообще стресса? Психику тянет в ту сторону, которая заведомо приносит тебе страдания. И ты туда лезешь все равно, понимаешь, что не надо лезть. И пострадаешь от этого. Хочу вот этого вот мужчину. Ну, не положено. И да, страдает, и лезет туда, и все равно ничего, это не получится 100%. То есть, когда у человека возникает вера не туда, то всегда это патовая ситуация. Здесь не надо к бабке гадалки ходить. Это я вам точно говорю. Вот, допустим, если у тебя стресс возникает, из-за того, что ты хочешь, допустим, квартиру большую, значит, ты не получишь ее, пока не сдашь свой экзамен. Если у тебя стресс возник, из-за того, что ты хочешь вот за этого человека выйти, то вообще никогда за него не выйдешь. Потому что любовь-вера означает, ты в опасности находишься, если ты веришь в человека, в опасности находишься в него. Поэтому Бог даст другого человека. Если поверила в ребенка, значит, ребенок тебе сделает стресс. Разные варианты могут быть. Может заболеть сильно, или уйти из жизни, или стать эгоистом, вынести мозг потом на всю жизнь. Ну, то есть, у Бога есть много способов нас обучать. Самое лучшее — это веру свою направить туда, куда надо, с помощью знания развиваться в сторону Бога. Сначала молитва, духовная жизнь, а потом уже, если ты чувствуешь защиту от Бога, потом дальше можно развивать отношения с этим миром по всем направлениям. Итак, вера является причиной стресса. Других причин нет. Почему человек привязан к какую-то сторону, он хочет туда, а там не положено. И человек, а-а-а, его трясет, начинается стресс. И это настолько глубоко в нас заложено, если вы думаете, что это просто, вы говорите, Олег Иначе, ну что, просто отказаться от своей веры и пойти в другую сторону, если так надо. Это очень непросто, и стресс как раз, это весь стресс предназначен только для того, чтобы мы отказались от своей веры. Потому что мы туда лезем, психика лезет, мы страдаем, нам этого хочется, мы умираем. Вот вы, допустим, говорите, он не хочет, чтобы я была актрисой. Почему вы считаете, что он не хочет? Ну он хочет, но он говорит, что это с моим жизнью невозможно, потому что я в Москве, он в Тольятти живет, и как вы, почему вы будете в Тольятти? Ну вы все-таки в Тольятти живете, потом будете жить в Москве. Мы живем на земле, понимаете, пока. Вы кем работаете? По строительству и парадам здоровья. То есть у вас хорошая работа, вы боитесь, да, потерять? Ну и плюс, работа в день не берет, психология. Ну а вы знаете, что у Бога свои планы бывают, на вашу жизнь в том числе? Может у вас в Москве лучше все пойдет, откуда вы знаете? Что вы из-за работы разрушаете себе жизнь? Мне думается, что нужно ориентировать на семью, чтобы у женщины было плохо. А если она ориентировалась в какое-то другое направление, то получается... У вас нет знания о женщине. Вы не знаете, что у женщин есть желание. Надо его согласиться с ним. Потом она спокойно уже будет ориентироваться на семью. Вы ей будущее не даете, вы обрезаете ей будущее. Я сказал, давай попробуй, я преднажу тебя. А? Я сказал, давай попробуй, я преднажу тебя. Да, это пройдет только через 3-4 года. Сначала замужество, потом ребенок. Это 3-4 года пройдет. Надо ребенка поднять на ноги. Вы понимаете, что через 3 года все? А? Он говорил мне, что вдруг ты полностью удержался отцов, когда тебе понравится, зачем ты будешь делать. Ты же постоянно будешь концентрировать какие-то реакции, надные воли, статистику. Я раньше был вообще против этого, но я смотрю в тяну. Я понимаю, что если отпустить, но всякая же может быть в жизни. Но вы контролируете ее, занимаетесь духовной практикой вместе. молитесь, чтобы она никуда не свалила. Но вы не сможете ее желание восстановить. Да, я и не могу мотивировать, чтобы давать это. А вы не можете с мужчиной поговорить нормально. Упрямитесь просто, капризничаете и все. любое желание веры приводит стресс у человека. Нужно верить в Бога, заниматься духовной практикой прежде всего. На втором месте семья у женщины. Зерла не сильное, оно сильное. Никто не против. Пускай оно будет. Просто надо идти путем судьбы, правильным путем. Надо сначала, Бог должен быть, чтобы семья не развалилась. Вы вот думаете, я не брошу мужа. А женщина, увлекающая существо, оно такая, то есть, если муж чуть-чуть как бы отпустит ситуацию, она там мозги скрутить женщине несложно. Поэтому Бог нужен, чтобы Бог защищал. Нужна молитва. Если люди верующие, они не позволяют все таких вещей. Бог стабилизирует всю семью, дает возможность. Потом нужна семья. Потом нужны дети. Дети тоже стабилизируют. Женщина боится, потому что у детей есть папа, он любит детей. Она все это, прежде чем там куда-то крышу рвануть, она думает об этом и обо всем. Нужно сначала стабилизировать в своей жизни, а потом идти в рискованное вот это действие. Но если у вас вера в театр, вера, то значит останетесь одна, попадете в стресс. Я почему этот взял пример, чтобы вам показать, как судьба работает. Если человек правильно относится к чему-то, он достигает хороших результатов. Если относится неправильно, все идет под откос. театр — это не цель человеческой жизни, это просто желание. Потому что в прошлом вы этим занимались, у вас горит это, вы хотите продолжить, у вас внутри сжет вас эта сила. Понятно? стресс — это когда желания превращаются в веру. Понятно? мужик из леса с гранатой выходит, говорит, где эшелоны? Говорят, какие эшелоны? Фашистские. Говорят, уже 20 лет под откос поезда опускают. Это вера, понимаете? Человек как бы поставил цель, уже война окончилась, он все воюет. Потому что неправильное настроение, вера. Нужно выполнять свой долг в жизни, а не давать волю своим желаниям настолько, что бредить этими желаниями. Итак, мы изучаем стресс. Вот почему стресс именно? Потому что вот по-другому никак человеку не помочь. Настолько сильная вера, настолько сильно психика устремлена в эту сторону, что только обрубить человеку этот путь, и он там должен подергаться, вот так помучиться, чтобы понять, что туда не надо идти, снег в башка попадет. больно будет. И вот этот стресс, он имеет стадии. Сначала человек попадает в шоковое состояние. Нет, он верит, что все будет хорошо, если человек любовь, ну, допустим, представим себе, что девушка, любовь, вера возникла к мужчине, допустим, какому-то. Само по себе это состояние уже его душит просто. Он не может рядом с ней находиться, потому что она его душит. верить можно только в Бога. Если человек в человека верит, у него теряются силы, он не может выдержать эту энергию. Это очень сильное воздействие. Оно пересиливает, преодолевает человека, душит его. и он не может с ней находиться. Или он гордится начинает собой, или он сгорает от этой силы, не может рядом находиться. Ему тяжело становится. Первая стадия, когда он уходит, это стадия, в которой человек надеется. Ему кажется, что все будет хорошо. Он сможет справиться с ситуацией. И, конечно же, так как это неправда, ничего не справится с этой ситуацией однозначно, что вот эта стадия приходит к тому, что у человека появляется понимание, что нет надежды. Это стадия кризиса первая. И дальше начинается шоковая состояние. Поэтому шоковому состоянию можно определить, сколько будет длиться стресс примерно. Там примерно день на месяц идет. Ну, то есть, если у тебя шок был день, один день, значит месяц будет длиться. Если неделю, значит семь месяцев. Если две недели, значит полтора года. Что такое шоковое состояние? Это когда человек ничего не соображает, у него психика настолько напряжена, он не может ни есть, ни спать, он в таком состоянии находится. Шоковое состояние. То есть, человек не выдерживает нагрузки, на него валится такая сила, что он не может выдержать, ему плохо становится, он с ума сходит. Как определить, что человек в шоке находится? у него затуманено сознание. Даже очень разумный человек ничего не соображает в это время. Он не понимает, что происходит. Поднимите руку, кто испытал такое состояние? Вот это запуск стресса начинается, запуск зеленой ракеты. Потом, когда человек выходит из шокового состояния, то следующая стадия стресса называется отрицание. Время этой стадии человек думает, уверен, что все будет нормально, что он вернется, что все хорошо будет. Он никого не слушает, говорит, а он вообще от меня и не уходил, что все нормально. Допустим, на этой стадии, когда ребенок гибнет у матери, в которого она верила, она считает, что он живой, она его качает там еще, если его никто не забрал, этого ребенка у нее. Стадия отрицания. в стрессе ничего не соображает, она вроде бы понимает, что он уже ушел из жизни, но она не может это принять. Стадия отрицания длится, может быть, месяц, недолго, максимум месяц. В это время человек бесполезен, что ей поговорить. потом следующая стадия четвертая называется гнев и человек судорожно ищет виновного. На этой стадии надо кого-то обязательно обвинить. то есть, кто-то должен быть виноват в этом. Теща свою кровь там, друзья, сглазили, испортили. Вот в это как раз в это время такое ощущение возникает, что сглазили, испортили. Там сглаз порчает человек, он злится, очень истерики женщина катает, мужчина под душ встает в одежде, там идет гнев, гнев, стадия гнева, то есть, человек не может выдержать натиск судьбы, он хочет наказать виновных преступников, справедливость требует наше сердце. Вот вот эта стадия гнева. Сейчас послушаем музыку, песню на этой стадии. Прямо музыка хорошо под эту стадию подходит. классно, мне так нравится отцой, все дерьмо так классно он описывает, все эти стрессовые состояния, все это там, блоки все, короче, вообще он так вот четко, как вот это все, у него песни все, фадет-фрадет это там, закрой за мной дверь, я ухожу, музыка такая, у человека психика рвет, он я устрою, вот все эти убийства там, все это происходит на стадии гнева, еще месть, кровная месть, там все как бы человека так психика горит, ничего не соображает, вот потом, когда человек все это делает цель вернуть, у него как бы тайное желание, что это вот сила, которую он использует, она даст возможность вернуть то, что было, у женщины это гнев может выражаться в виде обиды сильной, то есть она может обижаться там, гнев не может идти на человека, который совершил поступок, но если это любовь вера, скорее всего не на него, а кто-то другой, кто-то станет крайне обязательно, кто-то может быть поможет как-то развалить семью чуть-чуть, но это будет гипертрофировано восприниматься очень, и человек такой все, в это время, вот самое главное, когда в стадии стресса вот эти идут, человеком ничего не сделаешь, невозможно, можно только молиться за него, можно доброту ему просто успокоить, расслаблять, но философски здесь ничего не сделаешь, понятно, философски ничего не сделаешь, мне сильно видно, что у меня щеки, это, нет, у меня сегодня единственный минус сегодняшней пробетки, у меня обморозило чуть-чуть щечки вот здесь и ушки, куча плюсов, я получил такое счастье, вот это, когда на морозе бегаешь, мы бегали еще, такое, мягкая подстилочка такая, хрустящая, мороз такой, чистая атмосфера, доля реки, так классно вообще, чистая не проходит вот эти обморозка, да, ну нельзя так аккуратненько, вот, а потом в проруби так классно так посидели, я там один друг заломал, он мне это, надевал носки, я сам не мог, мне тяжело было нагнуться, он меня, короче, на злавку посадил и одевал мне носки, заломал меня, короче, смеялись,